на расшифрование ну что такое предыкат это данные даты предыкат следует справедливости такая функция пункция перелики которая дает из какого-то декартового степени по множину 0,1 множину логических значений так и в таком випадке мы говорим, что предыкат для каждого набора к ламит множине омега задание предыката означает, что в этом наборе мы соответствуем логическое значение 0 не правда а логическое значение 1 правда если к равна 1 то мы просто мы просто маем справа с тем, что называется предыкат властивость предыкат предыкат властивость для каждого элемента множины омега предыкат характеризует кто имеет это певную эллистовую властивость в отношении в группе он ходил на пары но на счастье властивость он сегодня властивость властивости Традикат – это практически распредел множителей на две категории. True и false. Что нам нужно? Это нужно для того, чтобы ввести очень специфичную схему в национальное шифрование. М – это просто открытый текст. Н – это какое-то натуральное число. И Омега – это будет Декартир-добуток. Должны булы в квадрате довжины N. Но мы вважаем наружу N. Тобто Омега насправді складывается с пар. Омега складывается с пар. Первая компонент – это бунный вектор довжины N. И другая компонент – это бунный вектор. И другая компонент – это бунный вектор. И другая компонент – это бунный вектор. Мы будем называть индекс. Индекс. Ну, власне, открытый текст мы будем называть поведомнение. 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 Ну и, маючи такую паду, индексы поведомнений, мы можем теперь добавить предикат. Добавляем предикат. Омегаем один предикат. И разглядываем фунт серифии. Так уж все. Так уж все. Легко. Ну, власне, теперь. Это выравнивание открытого текста, если перед вхідными данными, а не помимо информации, то есть выравнивание 1. И помылка. Ну, тут немного не так, как я обозначал ранее. Финция ФИ, как видите, визначена не просто на множине открытий текстов, а на множине проиндексованих открытий текстов. То есть для каждого открытого текста у нас еще свой индекс. Вот. Ну, и функциональная схема функционального шифрования на основе предыдущих. Это такая схема, что каждый секретный ключ, повязанный и соответствует... ...деякому предыдущему предыдущему П. ...деякому предыдущему П на ОМН. Что это даёт? Ну, это даёт, насправді, фактично контроль доступу додаток. Каким чином? Мы можем для каждого открытого тексту, знаючи, что у нас велика множина индексов, для каждой пары открытий текст индекс, мы можем сказать, за яких умов цей открытий текст будет доступен. И тогда мы просто строим предыдущим предыдущий 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 кредит, который находится по всех различныхあっах индекс выб seldom к ним. Он выб trace данные значения, graphic один, только тогда, когда доступе givekeiten бесплатноonn提 Championships Евразии. Это может быть какие-то данные, часть которых так или иначе связаны с нашим корреспондентом, которым мы хотим видеть секретных людей. Тогда, конечно, он до этих данных потом доступ должен получать. А есть данные, до которых он не связан, до которых он не имеет отношения, и тогда мы просто задаем лидер так, чтобы соответствующие данные ему были недоступны. Например, это могут быть определенные медицинские данные. Лекарь, который лечит пациентов, получает сразу доступ к данным, которые его пациентами, а до данных, которые не есть его пациентами, у него доступа нет. То есть данные открытия текста, а индексы – это, скажем, певная привязка нашего лекаря до того пациента, который он уникал. И теперь, когда мы будем делать такую схему пациентного шифрования, на этапе шифрования мы, на самом деле, будем получать наш открытый текст тогда и только тогда, когда соответствующий пользователь этот шифровый текст, чтобы увидеть, чтобы получить до него доступ. То есть этот предикат, он фактически регулирует, насколько мы хотим, чтобы получить до него доступ. Здесь, на самом деле, не так идет о том, чтобы обчислить первые функции этих текстов, а не про распределение доступа. Ну, предикат – это один из самых простых механизмов, как это сделать. Это число лекаря, и оно, на самом деле, регулирует, сколько мы хотим получать список использующих. Сколько мы хотим получать список использующих? Да. Такой схема, как раз, может быть побудована. Я неформально использую такую тему. Такая же, что для супутности функций с минеральными будем можем буловых схемиками их отчислить. Так, на основе складности, на основе задачи Герта СВП Будуется Местечная функциональная схема. Как будуется – это окременное питание, я не буду будивать, потому что, честно говоря, это доводит интериальная конструкция с многих точек зору. Тут присутствуют в конструкции такой цикавый компонент, как нечеткие бубевые схемы, то, что называется гардовый циркуз. Герта СВП Герта СВП Герта СВП Герта СВП Я про них розповідати не буду, але дуже коротко идея полягає в тому, що коли ми йдемо по буловій схеме, по звичайній буловій схеме, то ми щоразу подаємо на хід два логічних значення і обчислюємо якесь нове відповідного гейта, куди ми потрапили. Так от, в цьому перехованому чи дефікованому чи зіпсованою схемі ми насправді не повинні знати, що нам приходить на хід, але ми повинні коректно порахувати і там відбувається певна інтерактивна або не інтерактивна процедура, яка дозволяє це значення порахувати. Це дуже цікава, окрема тема для розмови, але, мабуть, не в цьому новині. Тепер наступне, про що ми поговоримо, це про так зване шифрування на основі скалярного добутку. Це різновид насправді, певний різновид функціонального шифрування, і це той різновид, для якого є досить багато не дуже складних конструкцій, конкретних конструкцій криптосистем. Дякую за перегляд!